В эфире программа «События» в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Завтрашний день российской медицины. В Самаре завершается отделка нового здания кардиоцентра. Важность голоса до выборов осталось два дня. Не больше двух в одни руки. Почему самарский метрополитен временно ограничил продажу жетонов на проезд? Местные овощи круглый год. В Самаре завершили строительство еще полутора гектаров современных теплиц. Грация и сила в самарском зоопарке отметили день журавля. Строительство самарской клиники сердца выходит на финишную прямую. Сейчас в помещении нового кардиоцентра завершаются отделочные работы. Скоро центр примет первых пациентов. Согласно замуслу, это будет самая современная клиника в стране. Плановый режим работы больше 11 тысяч операций в год. А в качестве консультантов будут привлечены всемирно известные врачи. Сегодня новостройку осмотрел губернатор. О перспективах центра расскажет Олег Зверев. Здесь будет все, как в лучших клиниках мира. Это касается и планировки интерьера и качества отделочных материалов и оборудований, соответственно, фасада нового кардиоцентра. Старый сейчас располагается в помещении, которое строилось для других целей. То есть при самом высоком уровне подготовки врачей условия их работы оставляют желать лучшего. И вот строительство самарской клиники сердца выходит на финишную прямую. Осталось завершить отделку и установить технику. Оснащенность у нас на уровне современных европейских и американских центров. У бактерий, естественно, есть такое же оборудование, но это, скажем так, единичное. То есть у нас на сегодняшний день полностью все современно, все одного уровня, одного класса. То есть это самая лучшая ангиография, самый лучший КТ-томограф, все, что касается кардиохирургии, МРТ-томограф, самый лучший. УЗИ у нас заложено только экспертного класса. Любой полис, любой мировой страховой компании у нас будет обслуживаться. Новый корпус кардиоцентра скоро примет пациентов. А сегодня качество выполненных работ оценил губернатор. Чтобы учесть даже те новшества, которые произошли в мировой кардиохирургии за время строительства, нужны дополнительные деньги. Часть готовы вложить инвесторы, другую привлечь в виде кредита. Но сначала необходимо уладить все юридические тонкости. Центр строится на принципах государственно-частного партнерства. Но зато уже сегодня можно говорить о том, чтобы статус самарской клиники вышел за рамки региона и помогать больным сердечникам даже из-за рубежа. Мы хотим, чтобы этот центр был межрегиональным. Примерно процентов на 40-50, может быть, ну 50 точнее, работал на Самарской области. И еще примерно 5-6 тысяч операций делал людям, которые будут к нам приезжать. И вот с таким статусом кардиоцентр, конечно, он может со временем и дальше развиваться. Развиваться и по количеству операций, и качественно. В Самарской области сегодня сформирован один из самых мощных медицинских кластеров в стране. Наши кардиохирурги могут дать фору коллегам из любой страны мира. А чтобы сохранить преемственность, подписано соглашение о сотрудничестве между клиникой сердца и медицинским университетом. Оно предусматривает, чтобы будущие кардиологи начинали работать здесь еще со студенческой скамьи, при этом изучая методы лечения премиум-класса. Олег Зверев, Артем Сулайманов, События. Два дня остается до выборов. Сегодня в полной частикает время, когда кандидаты и политические партии могли проводить агитационную работу. Об субботу день тишины, а в воскресенье миллионы россиян придут на избирательные участки. Участие в выборах не просто гражданский долг каждого жителя, но и один из главных показателей культуры общества. Об этом шла речь на встрече, которую Николай Меркушкин провел с жителями Кировского района Самары. Явка решает все. От того, какую активность проявит Самарская область во время предстоящей избирательной кампании, зависит, сколько представителей смогут лоббировать в парламенте интересы региона. А это новые школы, дороги, спортивные объекты, участие в масштабных бизнес-проектах. Об этом говорил губернатор Николай Меркушкин на встрече с жителями Кировского района Самары. Нынешние выборы, по оценкам экспертов, самые ответственные за последние 25 лет. Максимально, насколько можно максимально, чтобы больше пришло на выборы. И не поддаваться тому, что сейчас льется с разных рекламных, и в подъездах, и листовки, и так далее, и так далее. Не поддаваться, быть глубже, быть мудрее, может быть, и разбираться почетче. Кировский район, рабочая безымянка, еще с военных времен и по сей день опора для всей страны. Сегодня промышленный комплекс снова на подъеме, и настроение у жителей другое. Теперь время проявить активную позицию на политическом поле, чем, собственно, и подтвердить свое участие в жизни страны. Это уже не первая встреча главы региона с жителями Кировского района. На прошлое, которое проходило в ДК имени Литвинова, были озвучены ряд пожеланий жителей города. Что сделано в ответ, об этом рассказал глава администрации района Игорь Рудаков. Запланирована масштабная реконструкция парка имени 50-летия октября. Проспект Кирова и Ракитовское шоссе приведены в нормативное состояние. Открытым остается вопрос ремонта Дворца культуры имени Литвинова. Четвертый вопрос прозвучал в зале ДК Литвинова с просьбой отремонтировать наш дворец. Вы сами дали оценку состояния, но учитывая, что это объект культурного наследия, там немножко смета другая. Ремонтировать Дворец культуры начнут уже в январе 2017 года. Что же касается ремонта дорог, то изначально планировалось в Кировском районе привести в порядок только одну дорогу. Но общими усилиями властей удалось профинансировать работы на 20 улицах. Всего же в городе поменяли асфальт на 70 дорогах. Олег Зверев, Артем Сулайманов. События. Видеотрансляция с избирательных участков в день голосования отключена не будет, как это планировалось ранее. Об этом сообщили в областном избиркоме. В воскресенье в 7 утра камеры начнут свою работу. По госконтракту завершить работу они должны будут в 9 утра понедельника. Но в случае, если какой-то из участков не успеет осуществить подсчет голосов, трансляция будет продлена. Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев также отметил еще одно обязательное нововведение этого года. Вся информация, кроме того, что будет онлайн-трансляция, вся информация будет записываться и храниться на сервере в течение, как я уже говорил, года. Обязательное требование, чтобы каждый лист каждого итогового протокола не менее 5 секунд попал в кадр этой видеокамеры. Самарская область готова к выборам. Такое заключение сделали участники рабочей группы по содействию избирательным комиссиям. 18 сентября на территории региона откроется 1771 избирательный участок. 10 из них – временные на железнодорожном вокзале, в аэропорту, в больницах и в СИЗО. Бюллетени уже переданы территориальным избирательным комиссиям. Все участковые комиссии обеспечены необходимым оборудованием, стационарными урнами и кабинами для голосования. Для людей с ограниченными возможностями будут установлены специальные кабины. На 100% готовые системы видеонаблюдения в этом году можно будет не только следить за работой избирательных участков в режиме онлайн, но и посмотреть их в записи. Также на участках будут работать больше 3,5 тысяч наблюдателей. Особое внимание уделят безопасности людей. Полицейские уже взяли под охрану пункты голосования. Также на них установят 129 дополнительных металлодетекторов. Мы готовы к проведению выборной кампании. И выборы на самом деле будут честными, чистыми и открытыми. Могу сказать, что МВД Российской Федерации придает дополнительные силы главку. Прибудут сюда офицеры центрального аппарата, которые тоже будут держать ситуацию под контролем и при необходимости влиять на те процессы, которые будут на территории региона происходить. Максимальная явка на выборах позволит региону стать опорным для страны. Об этом говорили участники «Круглого стола» – предвыборный синдром, политическая активность и социальные ожидания самарцев. В пресс-центре «Самарской газеты» собрались представители разных общественных организаций, в том числе президент фонда социальных исследований Владимир Звановский. Участники «Круглого стола» отметили активную работу с электоратом, способы привлечения избирательной участки и высокое качество работы избирательной комиссии Самарской области. Хотелось бы отметить, что избирательная комиссия Самарской области, она работает очень профессионально, профессионально подготовленные сотрудники, грамотно и квалифицированно, и что очень важно, своевременно готовят все документы. А как влияет действительно явка эта на судьбу нашего, например, региона? А политический ресурс оказывается у тех, в силу системы формирования наших органов, та, которая существует у нас, он оказывается в руках тех, кто имеет больше мандатов. Треть самарцев за достойное образование в городе подвели итоги акции «Я выбираю». Две недели волонтеры опрашивали людей, предлагали определить, что сегодня для Самары важнее. Завершилась акция ярким флешмобом о молодежи, которую не остановил даже дождь, репортаж Алины Чемерес. Более полусотни молодых людей, несмотря на дождь, собрались у фонтана на улице Осипенко, чтобы поучаствовать во флешмобе. Его инициатором выступил молодежный парламент при городской думе. Коллег поддержали молодые парламентарии внутри городских районов. Прежде чем выстроиться в форме российского флага, надевают цветные жилетки. Ребята пришли сюда, чтобы заявить о своей гражданской позиции. Несмотря на дождь, несмотря на плохую погоду, все ребята сюда пришли добровольно. Эти люди имеют активную жизненную позицию, им не все равно. Флешмоб стал завершением целой серии акций под общим названием «Я выбираю», которые проходили в городе в течение двух недель. Молодым жителям предлагалось определить, что для них важнее – образование, хорошее жилье, качественные дороги или благоустроенные дворы. Люди предлагали свои варианты – доступная медицина, обустройство парковок. В результате почти треть опрошенных проголосовали за образование. Итоги акции обсуждались на молодежном форуме. Важные для людей вопросы лягут в основу работы молодежного парламента при думе и внутригородских районах. Также результаты опроса будут переданы городским депутатам. Люди действительно интересовались этим и участвовали, не отнекивались. И я думаю, что будет очень важно политикам услышать мнение граждан настоящее, что для них приоритетно, что важно. Потому что они со своей высоты деятельности могут не видеть то, что нужно обычным людям. После того, как активисты выстроились в триколор, в небо полетели воздушные шары. На выборах важен голос каждого избирателя. Убеждены в общественной палате Самарской области. Выборы – особый момент в жизни и региона, и страны в целом. Члены общественной палаты говорят, что пойдут на избирательные участки в полном составе. Надо понять, подумать, взвешенно подойти к выборам. Но прийти надо обязательно. Пойти и все-таки разобраться, кому отдать предпочтение. Это сделать необходимо каждому гражданину. Я призываю всех, кто имеет право голосовать, прийти на выборы. А теперь коротко о других темах дня. В Самаре с 20 сентября появятся новые транспортные карты для школьников. Они будут изготовлены в виде брелок из более прочного пластика. Стоимость проезда по новой транспортной карте не изменится – 11,5 рублей. Пока в Самаре выпущена пробная партия таких карт. Если брелоки станут популярными, их изготовят для всех пассажиров. Загородный участок магистрали «Центральный» планируют сделать платным. Только на этих условиях федеральный бюджет выделит свою долю в 50% на строительство проекта. Остальная сумма поступит от областного правительства. Строительство магистрали начнется уже в следующем году. Платить за проезд по новой магистрали придется всем, а не только водителям большегрузов. Самарский речной порт хотят перенести в устье реки Сок. Изначально там собирались построить футбольный стадион для игр Чемпионата мира 2018 года. Затем парк развлечений и ЗАГС. Речной же порт планировали перенести на противоположный берег Самары. Кроме порта, на площадке в устье Сока разместят жилые дома. В Самаре в субботу перекроют несколько улиц в центре города. Там пройдет региональная легкоатлетическая эстафета на призы Самарской губернской думы. Автомобилисты не смогут проехать по участкам улиц Фрунзе, Вилоновской и Молодогвардейской. Общественный транспорт пустят в объезд. Также запретят парковку с вечера 16 сентября на указанных улицах. Ограничение движения будет действовать с 10.00 до 14.00. Погода в выходные ожидается дождливая. В субботу и воскресенье будет пасмурно и прохладно. Днем до плюс 12 градусов. Ночью температура опустится до плюс 8. Местами возможна гроза. Местные овощи круглый год. В Самаре завершили строительство еще полутора гектаров современных теплиц, где овощи растят по технологии светокультура. Ночь в таких комплексах длится всего 4 часа. Особые условия позволяют собирать урожай с ноября до августа. Каковы на вкус высокие технологии овощеводства распробовала Марина Кравцова. Полгода назад на этом месте был пустырь. Теперь набирают силу 25 тысяч кустов томатов. Отечественные голландские гибриды, новоселы и еще одного гектара теплицы, построенные по технологии светокультура. Такие современные комплексы есть далеко не во всех регионах. Высота помещений почти в два раза больше, чем в обычных теплицах. Полив и подкормка полностью автоматизированы. В теплице поддерживается определенная температура, влажность и освещенность. Световой день здесь длится 20 часов. Как только на улице становится пасмурно, автоматически включаются лампы мощностью 200 ватт, которые полностью соответствуют солнечному свету. В такой теплице и урожайность будет в два раза выше. Планируют собрать 70-75 килограммов томатов с квадратного метра. В таких тепличных условиях сеньор Помидор активно идет в рост. Сейчас мы видим по томатам состояние прекрасное. Начинается скоро светение первой кисти и завязка будет плодов. Плюс завозим на следующей неделе для опыления шмелей. Первый урожай этих томатов попадет на рынки и прилавки магазинов уже в середине ноября. Плодоносить культура будет до конца июля. Площадь высокотехнологичных теплиц в Самаре уже 6 гектаров. И останавливаться на этом не намерены. Отечественных производителей поддерживают. В стране у нас программа утверждена правительственная. И тепличникам, в том числе на новой мощности, которая вводится до 20% государства, компенсируют затраты для того, чтобы мы стабильно круглый год имели свой продукт. Эта технология позволяет. Самарские огурцы, томаты, салат, базилик и другая зелень даже зимой прямо с грядки. Поэтому витаминов в них в разы больше, чем в привезенных из-за рубежа. В будущем по соседству с овощами могут появиться и тепличные цветы. Марина Кравцова, Максим Гусев, События. Новые трубы в доме – залог чистой воды, горячих батарей и экономии семейного бюджета. В Самаре продолжается приемка домов после капитального ремонта в рамках федеральной программы. Качество обновленных инженерных сетей в доме номер 3 по улице Полевой проверила Марина Матвейшина. Несмотря на счетчик воды, открывать кран хочется снова и снова. Вода прозрачная, в новых трубах нет ни ржавчины, ни засоров. А сейчас? Да, по-моему, улучшился напор. По программе капремонта в доме поменяли всю систему водоснабжения, водоотведения, электрику и отопления. Теперь люди надеются, зимой в квартирах будет теплее, а в платежках уменьшатся цифры. Срезанные трубы были забиты процентов на 70. Согласно строительным нормам, в зале устанавливается по 10 секций радиатора отопления. В спальне комнате по 6 секций. Капитальный ремонт всех инженерных сетей в доме начался в мае. За лето подрядчики выполнили все необходимые работы и сегодня комиссия принимает ремонт дома со всей строгостью. Старший по дому представитель управляющей компании и фонда капремонта Самарской области проверяет буквально каждый стык труб в подвале. Кроме того, контроль осуществлялся на каждом этапе работ. Фонд капремонта ввел так называемый дневник одного дома. Этот проект наглядно показывает, что капитальный ремонт на квартирном доме – это сложный процесс, к которому должны все участники этого процесса относиться с большой ответственностью. Этот проект наглядно также показывает, как шаг за шагом производится капитальный ремонт инженерных систем на квартирном доме и с какими трудностями и сложностями может встретиться как подрядная организация, так и собственная. Жителям этого дома повезло вдвойне. Кроме ремонта внутренних систем здания, в рамках подготовки к чемпионату мира дому обновили фасад. Валерия Макарова, Марина Матвеевшина, Григорий Плешаков. События. По две штуки в одни руки. В Самарском метрополитене вынуждены временно ограничить продажу жетонов. Нагрузка на метро в этом году выросла. Из-за ремонта московского шоссе люди объезжают места с напряженным движением. Количество жетонов в кассах убавилось на четверть, а спрос на них сохраняется. Куда пропали жетоны, выясняла Олеся Корецкая. Сначала в Самарском метро были металлические жетоны. Потом их поменяли на вот такие пластмассовые с надписью «Самара 1995». И с тех пор новые не появились. Сейчас их осталось очень мало. И руководство метрополитена опасается, что к чемпионату мира по футболу их и вовсе разберут на сувениры. Не досчитались. За лето в Самарском метрополитене пропало 20 тысяч жетонов. Это четверть от общего числа. Сотрудники метро объясняют. Люди покупают жетоны чуть ли не горстями и забывают про них. Вот сейчас вот еду, потому что не купил транспортную карту. Не оплатили. Не положил денег. А у вас какая-то ситуация, что вы оставляли себе жетоны и не ехали? Ну да, вот он у меня завалял с стенки. Ну забываем все. Монетки из черной пластмассы немного потертые и потому особо ценные. Часто забирают на память. Коллекционеры пытаются купить по 50 и 100 штук. Пришлось ввести временное ограничение. Нет возможности у нас по 100 жетонов сразу продавать. Один-два жетона в руки. То есть наша задача метрополитена – обеспечить пассажирам правом услуги воспользоваться метрополитеном. То есть в кассе всегда должны быть жетоны. Должен подойти пассажир и должен жетоны купить. Большую часть поездок пассажиры совершают по транспортным картам. Но и на жетоны спрос не спадает. В этом году пассажиропоток в метро увеличился. Люди объезжают пробки. В сутки метро перевозит 45 тысяч пассажиров. Сейчас метрополитен готовит выпуск дополнительных жетонов. В будущем выпустит сувенирную продукцию для самарцев и туристов. Олеся Корецкая, Сергей Баскин. События. Один из передовых вузов ПФО отмечает свой юбилей 60 лет. Поволжский государственный университет телекоммуникации и информатики на сегодняшний день крупнейший учебно-научный центр Поволжско-Уральского региона. На празднование дня рождения вуза побывала Марина Матвейшина. Торжественные церемонии гашения почтовой карточки в день 60-летия Университета телекоммуникации и информатики. Специально к юбилейной дате вуза почтамт выпустил карточки с изображением университета. Вуз был открыт в 1956 году как Куйбышевский электротехнический институт связи. С тех пор он неоднократно менял название. За это время университет подготовил более 41 тысячи высококлассных специалистов. Наши выпускники принимали участие в развитии телевидения в нашем городе, в развитии мобильной связи, в развитии оптоволоконной связи. В настоящее время наш вуз является одним из передовых в области инфокоммуникационных технологий. Сегодня в университете обучается 6,5 тысяч студентов. Вуз готовит кадры по 16 направлениям – телекоммуникационные и информационные технологии, радиотехника и электроника. Два года назад университет был признан лучшим вузом ПФО подготовки специалистов в сфере информационных технологий. Значение вуза не только для области, но и для страны нельзя переоценить, отмечает губернатор Николай Меркушкин. Сегодня практически каждый человек, почти каждый человек пользуется всеми этими коммуникациями, которые научно-технический прогресс представил человеку. И еще раз хочу сказать, без специалистов высочайшего уровня, конечно, осуществить и очень активно двигаться вперед было бы невозможно. Университет принимает активное участие в реализации проекта технопарка «Жигулевская долина». На базе технопарка создана научно-исследовательская лаборатория инновационных проектов. Вуз славится тем, что более 98 выпускников трудоустраиваются по специальности. Марина Матвеевична, Григорий Плешаков, События. День пожилого человека отметили в Кировском районе. Активным и деятельным пенсионерам депутаты вручили памятный знак «Куйбышев, запасная столица». Концерт для старшего поколения устроили воспитанники местных школ искусств, исполняли народные и современные танцы, знаменитые песни. Кроме того, работала выставка «Рукоделие». Авторы уверены, с выходом на пенсию жизнь только начинается, а главное, появляется больше свободного времени. Два года назад научилась в кружке, заинтересовалась и стала делать. И в общем увлечение большое, я очень рада и нашла себе занятие и душевное спокойствие. Да, это очень важно. И я счастлива. День журавля отметили в Самарском зоопарке. Праздник отмечают в России, странах ближнего зарубежья, а также в США. Каждый год специалисты считают тиц перед отлетом на зимовку в Индию и Иран, ведь популяция журавлей сокращается. Недаром журавль используется в символике организаций, которые занимаются охраной природы. Сейчас в мире 15 видов журавлей. 7 из них есть в России. Продолжит Олеся Карецкая. Грация и сила. Журавли своими движениями вдохновили много культур, танцы, представления, боевые искусства. Правда, пернатые виновники торжества свой знаменитый танец гостям не показали. В боевом искусстве ушу есть особый стиль – журавля. Но оставим ушу профессионалам. Я лучше расскажу про эту пару. Это японские журавли. Они не могут давать потомство, потому что они брат с сестрой. Но потом их разделят, познакомят с другими журавлями, и тогда, возможно, появится потомство. А вообще, журавли – одни из немногих птиц, которые в животном мире образуют пары. Причем иногда на всю жизнь. На Всемирном дне журавля в Самарском зоопарке гостям рассказывают интересные факты. Вместе кормят птиц, проводят викторины и конкурсы на лучшую поделку. Сам праздник появился в 2002 году, когда западные орнитологи после долгой работы спасли исчезающий вид американских журавлей. Вообще, это уникальные животные. Они как род, как вид журавли сформировались 40-50 миллионов лет. То есть, первичные журавли динозавров достали. Птички очень редкие. Например, стерхи, которых плодят у нас в Окском заповеднике, являются одними из самых редких вообще животных на планете. Их сотнями количество исчисляется. В Самарской области обитает два вида журавлей – серый и красавка. Они не относятся к исчезающим. Их можно увидеть в дикой природе. Олеся Корецкая, Сергей Баскин, События. Пройти по Льва Толстого, затем по Красноармейской и про музей модерной истории узнать. В Самаре продолжаются пешеходные экскурсии по городу. Они вызывают большой отклик у горожан. Иногда организаторам приходится разбивать желающих на две группы. Интерес к истории родного города возрастает с каждым годом, отмечают специалисты. Желающие могут выбрать интересующую тему и записаться на экскурсию заранее. В этот раз самарцы прошли по центру города в общей сложности 5 километров. Узнали об истории и архитектуре, построенных на Красноармейской и Льва Толстого зданий. Когда мы идем по улице, если встречается какое-то интересное здание, то спрашивают о нем и рассказываем не только узкотематически, но приходится вообще шире об истории города рассказывать, об истории застройки, об истории людей, которые там жили. То есть получаются такие кривические экскурсии. На этом наш выпуск завершен. Читайте на твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова